Добрый вечер, Украина! Добрый вечер, дорогие друзья! Как же мы рады снова видеть ваши красивые, счастливые лица здесь, во Дворце Украины, а также приветствуем всех наших телезрителей! Привет! Ну что ж, друзья, мы с огромным удовольствием хотим вам сказать «Добро пожаловать на Дизель-шоу!» Мы начинаем! Ну что ж, вы знаете, существует такая фраза «птица высокого полета», и в нашей стране ее можно примерить только к звездам и политикам. Тем более сейчас непонятно, кто из них кто, правильно? Поэтому давайте посмотрим, на каких птиц похожи наши селебрити. Ну что ж, начнем с монатика. Это огненный бархатный ткач. Птица красиво поет, а также красиво танцует. Не все знают, но самый первый псевдоним, который взял себе монатик, звучит именно так. Огненный бархатный ткач. Давайте дальше. Оля Полякова. А, красота! На Олю очень похоже «птица-секретарь». Любой чиновник и бизнесмен мечтает о такой секретарше, но Оля у нас птичка певчая. Птица-секретарь в поисках корма путешествует с места на место. Или, как об этом говорит сама, Оля гастролирует и корпоративит. Дантес и Дорофеева. На первый взгляд может показаться, что эта мама клювом кормит птенца, но на самом деле эта самка своими концертами кормит самца. Продолжаем. Потап. Птица-продюсер. На самом деле, вроде простой голубь, а любит украшения, как сорока. Дальше у нас чубатая цесарка и чубатый пианист. Теперь мы точно знаем, откуда парикмахер пиано-боя черпает свое вдохновение. Продолжим. Шалфейный Тетерев и Трависти Монро. Поясняю. На обеих фото самцы. Просто у данного вида птиц грудь только у самцов. Златовласый пингвин и Наташа Могилевская. Как и все пингвины, летать не умеет, но хочет видерватысь вид земли, пить крылом авиалиний. Обожает лысых самцов. А, кстати говоря, эти птицы вьют гнезда в ямах. Продолжим. Дальше у нас очень довольная птица. Из-за таких узких глаз плохо видит, что рекламирует. Да, так как саванья хрустальная, то и рекламирует она не интеллектуальное казино, а очень сомнительное. Ну а мы сейчас с удовольствием покажем вам самку этой птицы. Да, да, да. Именно так в Украине выглядит светская жизнь. На очереди у нас подружка этой гусыни Курочка. Эту Курочку вы знаете все. О! Эта птица опытная, но до сих пор предпочитает выходить замуж за птенцов. Как и любая певчая птичка, боится стать Курочкой Гриль, поэтому молодится. Но сейчас внимание на экран. Очковая сова! Или, как сказал бы сам Гордон, трехочковая. Несмотря на то, что это самец, он дает птичье молоко и продает его в шоколаде. Продолжаем. Птица-диджей. Очень похожа на птицу-депутата. Птица-диджей, как и птица-депутат, любит, чтобы все плясали под ее дудку, хотя сама пляшет под чужую. Ареал обитания трусковец. Боится сделать что-то не так, так как его могут выкинуть из гнезда и уберут от кормушки. Так, во следующей птице мы еще не разобрались. Вроде бы степной орел, но на самом деле оболонский павлий. А в стае ведет себя, как бойцовский петух. Продолжаем. Следующая птица. Птица-депутат. Это баклан. А птица слева пеликан. Баклан единственная птица, которая несет не яйца, а чушь. Ну, а яйца чешет. Ну, а сейчас вашему вниманию мы представляем птицу-страдальца. Эту птицу недавно согнали с насиженного места. В свое время она прибилась к стае зеленых попугаев. А те взяли и улетели на юг. Трусковец. Да, на очереди у нас птица с банковой. Зеленый орлан. Считает себя охотником на олигархов. Актеры дизеля тоже похожи на птиц. Внимание. Это гуси николаевские. Веселые. Кстати, когда они приехали в Киев, они реально жили у какой-то бабусы. Ну, а сейчас расправили крылья и готовы на все, чтобы зрители делали га-га-га от их шуток. Продолжаем. Следующая очень редкая птица. Попугай белорусский. Поаплодируйте ему, пожалуйста. Он сейчас за кулисами в клетке. На самом деле не может жить в клетке, поэтому и уехал с белорусси. В отличие от остальных попугаев, если на этого накинуть платок, то он не замолчит, а превратится в болтливую бабушку. Очень яркая птица. Мотриа обыкновенная. Совсем недавно прилетела в нашу стаю, но уже распушилась больше остальных. Дальше у нас киевская птица. Стервятник обыкновенный. А с макияжем лебедь необыкновенной красоты. Кружит по модным бутикам и камнем бросается вниз на все модное. Птички, которые никогда не расстаются. Воробьи стреляны. Любят крошки, но для одного крошки это симпатичные девчонки, а для второго еда. Так часто они бывают в Украине, что их смело можно назвать хоробти. Продолжаем. Птица талантливая запорожская. Сразу хочу сказать, что на обоих фото Виктория Булитка. Только на первой фотографии это она только приехала из Запорожья в Киев. А на второй уже оперилась и распелась. И все еще ищет своего орла с двухэтажным скворечником. Ну а сейчас очень важная птица. Белоголовый орлан. Или нет, лучше сказать, лысоголовый орлан. Нет, наверное, все-таки крутоголовый орлан. В общем, все названия подходят. Да, а дальше у нас очень интересная птица. Это белорусский фазан. Длинные перья, да, красивый окрас. И это на секундочку после четырех птенцов. Приятнее всего наблюдать, как этот фазан красиво щепечет со сцены. Так? Да. У меня тоже есть любимая птица в стае. Давай. Это атлантический тупик. Я, правда, не знаю, как правильно. Тупик или тупик? Я сейчас что-то не понимаю. А, нет, все-таки тупик. Тупик – это морская птица, поэтому и улетел из Беларуси. Согласен. Ну а самое главное, несмотря на то, что актеры детель-шоу похожи на птиц, мы никогда не улетим от вас, от нашего любимого зрителя. Спасибо вам за это большое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok